ДЖАСТИН ГЕЙДЖИ СНОВА ОШОКИРОВАЛ МИР СВОИМ НЕДАВНИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ Он не стал, как я думал, бездумно рубиться с Физиевым. Он, как в поединке с Тони Фергюсоном, грамотно перебивал того на руках. И вот таким образом он одержал единогласную победу. И сейчас на горизонте маячит реванш с Дастином Парье. Всем привет, бойцы! С вами канал Беларуста ММА. В этом видео я дам прогноз на потенциальный бой между Дастином Парье и Джастином Гейджи. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы как можно больше людей смогли лицезреть этот выпуск. Давайте немного вспомним историю поединка Гейджи Парье. Бойцы встретились, когда были еще только в начале своей карьеры. Джастин на момент первого их боя только пришел в главную организацию мира и смог победить нокаутом в третьем раунде Майкла Джонсона. Затем он вышел на поединок с Эйди Альваресом, которому уступил также нокаутом. То есть перед тем, как встретиться с элитной оппозицией легкого веса, он провел лишь два боя. И естественно, Дастин победил того также нокаутом. Но Парье на момент их встречи уже закрепился в UFC как следует. Он провел больше пяти поединков и только дважды смог испытать горечь поражения. Сначала он сенсационно нокаутом проиграл Конору Макгрегору, а затем в похожем стиле отдал победу Майклу Джонсону. Но на момент боя с Гейджи он шел на серии из нескольких побед и явно осмотрелся предпочтительней в глазах фанатов. И вот после их поединка, где я напомню, Джастин проиграл, их пути временно разошлись. Обоих спортсменов ждало золото главной организации. Джастин Гейджи, шокировав многих, перебил и не оставил шансов Тони Фергюсону, забрав временный пояс легкого веса. А после, сразившись с Хабибом, проиграл. Похожий путь был и у Парье, который также забрал временный пояс, победив на то время чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя. А после он вышел на бой с тем же Хабибом, и естественно Гейджи был задушен Орлом. Но они отчаиваться не стали и продолжили свои выступления, где у обоих имеются и поражения, и победы. Но самое главное, сейчас они идут после ярких побед подряд. Джастин будет выходить на бой с Парье после победы над крепким топом Рафаэлем Физиевым, а Парье после зрелищной победы над Майклом Чендлером. В общем, бойцы показывают настоящее шоу. Так почему бы их не свести повторно? Чтобы закатить очередной бой года, а после выявить претендента на пояс. Я думаю, это идеальный расклад. Ну а мы будем плавно передвигаться к разбору этого поединка. Давайте разберем все мелкие детали и нюансы этого боя, чтобы понять, кто из октагона выйдет главным претендентом, а кто, увы, ни с чем. Ударный стиль Ну и начнем с ударки. И первый в списке у нас Джастин Гейджи, который в прошлом бою удивил многих, включая меня, своей ударной техникой и, самое главное, мышлением. Он не рубился, как он это делал в прошлых своих боях. Он грамотно работал вторым номером, как в поединке против Тони Фергюсона. Как только Физиев шел на него с атакой, американец моментально встречал его хорошим встречным, тем самым зарабатывая очки. Вот такой Гейджи нужен в поединке против Дастина Парье, который будет с головой думать, как попасть по бриллианту, а не идти с открытым лбом в атаку. Такой Джастин сможет спокойно забрать золото сильнейшей лиги мира, или хотя бы приблизиться вплотную. Но тут, как я думаю, все будет зависеть от мышления Хайлайта. Если ему взбредет в голову идти в никому ненужный размен, его даже тренер не остановит. Он пойдет и в итоге отлетит от нескольких пропущенных. Теперь переходим к ударной технике Джастина Парье. И его ударка поистине уникальна. Он всегда славился своей работой на руках. Быстрые нокаутирующие удары – вот главный козырь Дастина во всех своих боях. И также в первом бою против Джастина Гейджи мы видели, что Дастин может немного подождать, пока соперник вымахается, или за первый раунд покажет весь свой арсенал ударов, и после он начнет свою работу. Подобное мы могли заметить в прошлом поединке Дастина против Майкла Чендлера, когда в первом раунде Железный попер на Парье с градом ударов. Да, были хорошие панчи, но бриллиант от большей части уходил, и по итогу в конце он раскрыл весь геймплан американца и сам начал навязывать Чендлеру свою игру. Дастин Парье – это очень умный и самое главное дисциплинированный боец, который всегда будет действовать наверняка. И я думаю, он понимает и тот факт, что в октагон с ним может выйти спокойный хайлайт, но бриллиант это будет знать, и поэтому составит свой уникальный план, который заставит Джастина раскрыться. И вот теперь переходим к определению фаворита. И я больше поверю в Джастина, так как он всегда стабилен в своих боях, а Гейджи может и зарубиться, и спокойно выступить. Непонятно, что от него можно ожидать. Игра снизу Теперь переходим к навыкам на земле, где в этот раз мы начнем с бриллианта. И по моему мнению, которое сложилось после прошлых боев Дастина, борьба его находится на низком уровне. Да, его может забороть любой борец, который часто переводит своих оппонентов на низ. За примером, долго ходить не стоит. Достаточно вспомнить его прошлый бой против Чендлера, в котором Железный весь второй раунд контролировал и не давал встать бриллианту. Казалось, Майкл не борец. Да, в юности борьбой он занимался, но в ММА он предпочитает зарубаться. А тут бац, перевод. Причем Дастин даже не смог подняться. Он просто-напросто лежал под ним весь раунд. Похожая ситуация была в поединке против Чарльза Оливейры, когда бразилец также перевел бриллианта и практически весь раунд не давал тому подняться. Но в случае с Джастином ему повезло, так как с большей долей вероятности этот бой не зайдет в данный аспект. Двигаемся дальше и переходим к борьбе Джастина Гейджи. Но как бы странно это не прозвучало, но у Джастина борьба намного лучше, чем у Дастина. Как минимум, защита у Гейджи эффективнее, так как давайте вспомним поединок против того же Чендлера. Американец также пытался перевести Джастина, но тот не давал этого сделать, а если переводил, то он моментально вставал на ноги. С защитой у Джастина никогда не было проблем. Никто не смог его толком перевести и проконтролировать весь раунд. Даже Хабиб не с первого раза перевел, о чем вообще здесь можно говорить. И поэтому по навыкам в борьбе лучше именно хайлайт. Кардио и дух Теперь переходим к дыхалке спортсменов, где Гейджи показал нам всю красоту в прошлом бою. Не зарубаясь, не идя в ненужные для него размены, он спокойно может отработать все три раунда и в поединке против Тони было видно, что если Джастин работает с головой, он спокойно может пройти все пять. Но, как я говорил, мы не знаем, что у него будет в голове в поединке против Бриллианта. Теперь переходим к Дастину, где он хорош от слова совсем. Бриллиант практически каждый бой заходит в чемпионские раунды, где показывает себя как истинный чемпион, не давая своему сопернику ни шанса продохнуть. И поэтому в качестве фаворита я выберу Дастина, который не раз показывал себя на высоком уровне. Что же касается духа, то здесь я больше поверю в Джастина, который, несмотря ни на что, идет в атаку и никогда заднюю не даст. Прогноз Я думаю, что в этом поединке снова одержит победу Джастин Парея. Как бы крут Кейджи не был в прошедшем бою, Дастин все равно будет на голову выше его и спокойно перебьет его на руках. Будущее бойцов После победы над Гейджи, возможно, Парье получит второй шанс завоевать пояс. Но учитывая, кто сейчас на троне для Бриллианта, это будет непростая задача. Что же касается Гейджи, то он будет сражаться с такими бойцами, как он, чтобы просто срубить бабла, а после со спокойной душой идти на пенсию.